Хозяин 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 Гриб 17 лет Там большой гриб И мы хотим его раздравить Мы хотим пожелать Самое первое Это естественно здоровье Что вы регулярно Вы у нас первый В клубе Амур Который так следит за своим здоровьем Поэтому Достали это Железно А там посмотрим Как юный друг у нас 150-150 Посмотрим Так что долголетие Чтобы жизнь приносила Радость Общение Мудрости Хаяма И юмора Жванинского Мечту придумай настоящую И в день рождения загадай Красивую Мечту летящую Она Исполнится Ты знай Вот и Многое мечты Чтоб они исполняли Саша Саша Без компьютера Саша Без компьютера не может Так Я хотела сказать В конверте 3000 Потому что Мы В те годы На 2000 А здесь 3000 Ну и он сказал Не портите Не портите Я не буду праздник портить Все Это было Кому так удобно Загадали 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 Отлично Бьем Бьем Чай Попутник Для Депута Попутник Аплодисмент Аплодисмент Сейчас Там У нас На задание Там Уже Попутник Уже Попутник Попутник Ирена И Михаил Шарипов В прошлый раз Ко дню моего рождения Преподнесли мне Такую корзину С Фруктами И теперь такая волшебная корзина которая почему-то не хочет чтобы заканчивались там фрукты поэтому почему-то сегодня мне захотелось от себя преподнести тебе . вот такой подарок а 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поздравляю. От всей души. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос такой. Значит, поэты и писатели, в основном у нас поэты. С твоим именем, кого ты предпочитаешь, писать или испать? С твоим именем, да? Тоже переводится. Тоже Юрий. Тоже Юрий. Тоже Юрий. Не, понятно, ну давайте, думайте. Догадался? Подсказывать? Да. Тоже Юрий. Это Юрий. Это Юрий из Потапа. Вот, вот, вот. Сказали всё? Может ещё? Давайте подумаем. Мы Юрий. Нет, Юрий. Нет, надо ещё будем. Может, не резко? Я хотела сказать, что от сердца отрывает, но вот эта книжка Виспора, тут про него все рассказывала, от сердца отрывает. Думаю, ну, я же не буду... Встреча в Москве. Вы суждены тихой печали на ручею дата со сны. Как раз, как раз, ну, вот этот вот тонуть я отдам в прошлый вечер. Что, про вас все-все расписано? А синицы можно почитать? Ну, конечно. Ну, я говорю, после отдам. Тут, значит, это, марш веселых ребят, конструкции, ребята не стареют, надо мечтать и в гороскопе. А в гороскопе я узнала, что ты каштан. Так вот... Ты почти образовательный. Каштан. Так что я вот когда в Орле была, каштанов набрала. Вот это твое, это, там каштаны. Твое. А, кстати, это твое. Они не едят. Они не едят. Это твое, счастье, радости желают. До свидания. Подарю на радость всем превосходный этот крем. Пусть он кожу увлажняет и сияньем наполняет. Для всего. От погоды перемены защитит он непременно. И чудесным ароматом он взбодрит невероятно. Пропала собака. Охотник он и не поседа. Мужик с соседнего села. Историю свою поведал. Беда его подстерегла. Собака Линда вдруг пропала. Остался я совсем один. И бабушке моей не стало. Погиб в суровой битве сын. Недавно Линда-то со мною. И молода еще вполне. Джин стар, но послужил не скрою. Ох, умница, так верен мне. Уж году время подходило. Услышал лая на дворе. Бегу. Волчата. Что за диво? О, Линда! Волк! Я как в норе. А Линда медленно подходит. Меня лизнуло языком. Волчата тут же хороводят. Тот волк. Да я же с ним знаком. Произошла однажды встреча. Ох, поборолись мы тогда. Его я крепко покалечил. Думал, не встречу никогда. Тут волосы все встали дыбом. Ну, думаю, вот и конец. Глаза заслала будто дымом. Живучий видно. Вот стервец. Волк дружелюбно облизнулся. И в стаю из семи волчат Он как дворняга окунулся. Все смотрят на меня, молчат. А дальше что? Да будь что будет. Пошевелился я, живой. Никто из ближних не забудет, Как жил в компании такой. Раздал щенят своим знакомым. А волк, что с ним, будто не волк. И на охоту вместе ходим. Да и в охоте знает толк. Это я написала рассказ Про свою немецкую овчатку Джона, Который был у нас 5 лет и потерялся. Пропала собака. Жена была семья одна. Семья из трех. Синичкина. Служили в органах муж и жена. Сынишка в средней школе учился. В Тахтанопольской. Семья сплоченная и нужна. Всегда, повсюду вместе. И все семейные дела решали дружно. Вместе. Сын наш однажды друга запросил. Пса четвероногого. Семейным кругом обсудили. Раз хочет, возьмем четвероногого. Приносит папа сыну прохотуну. Немецкую овчатку. Джона сына назвал. Джона сын назвал. Друг спальни сына спал. Пес плакал. Сын его качал. А кушал Джон по 8 раз. Затем по 6. Уже 4. Но чуть подрос. Два раза стал. Но корцы большие. Растет малыш нас Джоник быстро. И в год так вымахал. Ого. Помощник стал. Незаменим повсюду. Картошку осенью копать. Не обойтись нам без него. Джон усердно роет. Все летит. Глядь впереди. Околку швырит. А за грибами ездил Джон. На стареньком Урале. Я сзади в люфе Джон. Ушами развивает. Зимой малыша всей семьей. Нас Джон без лыж стрелой быстрей. Бежит любимчик. Не отстанет. Тереть только снег на его лапах наебает. Джон сына так любил. Не передать словами. Услышит голос. И летит. Как вихрь. И ресурнал. Был случай. Поутру я кушать. Джоник унесу. И чудо. Денежка лежит. Ну перед будкой сразу. Я говорю. Спасибо, друг. На ужин заработал. И аппетит у Джона. Будь здоров. Пять литров каши с мясом. А добрым был. И никого у нас Джон трогал. Но как-то раз был выходной. Я в огороде. Пес со мной. Во всем мне помогал. Сынишка спит. А муж на службе. И вот два мужичка калитку открывает. Пшена и макарон. Пожалуйста, хозяйка, дай. Тут пес сорвался в два прыжка. Забора доливает. Карманы мужикам порвав. Оттуда повалились макароны. И мужики голубом поскакав. А добрыми словами нас награждают. С девчонкой сын дружил одной. Через дом жила соседка. И вот наш Джон. Одним крышком рванул через забор. Услышав голос сына. И оказался Джоник. На веранде. А там котлетки тихо подверзали. Охотником был папа Иры. А Джон, Джон, котлетки съел. Замерзнуть так и не успели. Как оказалось, это не впервые. Пес шел на голос. А подъедал к родному мясной. На 23 февраля отправились к друзьями с ночевой. А Джона на ночь отпускали. Как всегда. В гостях пробыли до утра. Мясных вкусняшек Джону навезли. Ведь песик наш обжирой был. Назов поезд являлся сразу. Но сутки нет. Уже неделю ищем. Сидясь в трансе. Друга нет. Любимец потерялся. Сын горевал. Везде искал. Любимый друг. Ты где пропал? Мы долго не могли смириться. Он до сих пор нам часто снится. Снится. А сон, что я. Как встанет на дыбы. Пушинкой снег я падаю. Как будто бы. Прошли года. Но мысль одна. Везет меня поныне. Зачем же правда? Ну зачем? Мы Джона на ночь отпустили. Отцепили. Моя черепашка по имени Наташка. Пустила я свою черепашку во двор. Попастись немножечко. А тут мамочка меня позвала домой ненадолго. Потом я прибежала во двор. Звала черепашку. Звала. Наташ! Наташ! Прибежала девочка с соседнего двора, Наташка. Чего говорит? Я говорю, да нет, я своего ищу. А черепашка так и не откликнулась на зов. Вот она и пропала. Надо его Мурка называть. Люба. Черепаха пропала. А это же самое. Черепаха пропала. Я до тоски загрустила. Нет нигде черепахи, Но и потерянный покой. Может, осенью фурой Наскучала тортила. Вот, наскучила ей Быть все время со мной. Надоело, бедняжки мои, Басеньки слушать. Надоело, что я без конца И читаю стихи. Жить в коробке. Полезные овощи кушать. Захотелось поесть и не овощи, А лопухи. Лето быстро закончилось. Осень достала. Муза с летом осталась. Ушла от меня далеко. Даже сонная тарта. И так от меня убежала. И так от меня убежала. В платье белом черепаха. Видит счастливые сонная тарта. И так от меня убежала. 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 Устала, чтобы не было забор. А команды. Голос рядом. Лорд ко мне. Лежать. Сидеть. Понимал одним лишь взглядом. И не быть. Мог песни петь. Но история печальная. Ведь пропавший ночью мой. Убежал один. Случайный. Не нашел пути домой. Мне осталось лишь на память. Фото. Там-то мы вдвоем. И неверное, что плакать. Скоро буду я о нем. Триллер. Сильно не пугаться. Не пришла домой корова. На деревню опустился. Теплый летний вечерок. Сизый сумрак погрузился. За околевший лесок. Тянет отрехи и прокладой. Отступил палящий дной. И спалил большое стадо. Возвращается домой. Ох, напрасно, мама гося. Зорьку соль посаждала. На плантациях в толхозе. Кукуруза зацвела. Проглядел пастух Егорка. Хоть пронись, хоть не пронись. Манька, Зорька, да вечерка В кукурузу подались. Где-то зорька запропала. Бабка деду говорит. Я пошла бы поискала. Только ноженька болит. Ты сгонил бы по скотину. Телевизор отдохнет. Ох, с тобой на срока сгину. Только курец пить допьет. Самокрутка и дынь пустая. Точно старый пароход. Бранью бабки слух лаская. Дед на поиски идет. Вот сосед из дома вышел. Эй, Егорыч, как дела? Дед немного недослышал. До корова не пришла. Так и наша не вернула, говорит в ответ сосед. Зорька-то давно проснулась. До коровы дома нет. Погоди! Хромает следом. Веселила вдвоем. Вот проходят два соседа. Мимоходом в крайний дом. Из калитки выплывает. По ладуси не спеша. А ладуси всякий знает. Самокрутка хороша. Добрый вечер, немдокие. Да и вам не захворать. Заглянули бы родные. Течь на крыше залатать. Первочками пожалею. Стол накрою. Будь здоров. Как, Егорыч, как умеешь? Ведь пошли же искать коров. Да пойдет парнишка-танкин. Он пригонит всех за раз. Он пацан с пышленой санкой. Нынче кончил этот класс. Да искай сосед. Пойдем. Там делов на пять минут. Жена справимся вдвоем. Хы, коровы подожду. Вся деревня на ладони. С крыши далеко видать. Вон коров мальчонка водит. Ни к чему уже искать. Бабка со двора выходит. И хранает. Вот тела. Слово молодуха ходит. Знает про ногу. Слово соврала. Евдогия угощает. Время за полночь давно. Зося во окна вздыхает. Глаз хоть выкали. Темно. Где же дед запропостился? Может, в ополю придет? Али в роще заблудился? Что-то на дороге не найдет. Может, леший поглубился? Помню, сказывала мать. В роще деверь заблудился. Не могли три дня сыскать. На икону помолилась. Божья Батерь, помоги. Уверей перекрестилась. Я был по сапоги. По деревне вдоль дороги. Благо, хоть луна взошла. Да не слушай пацанок. Страшно выйти из села. Воротилась. Увидала у соседей свет в окне. На душе теплее стало. Ни одной не спит со мне. Поскучалась. Ой, Марьяна, за коровой нет! Ушел! Фу, в Австралии, не пьяный! А до сели не пришел. И корова воротилась. Скоро близится рассвет. Что со старым приключилось? Да, майор, что же нет? Языками зацепились. Слово в слово. Тает ночь. Раз в двоем. Липось напились. Ты гони тревогу прочь. Как сапожник в стельку пьяный. С лексиконом не для дам. В дом ввалился муж Марьяны. Где нажрался, сволочь? Да. В это время дед Егорыч воротился. И бабки нет. Ах ты, шлюха! Ах ты, сволочь! Как таких выносит след? Обманывал лаврать. Здорово! Ноженька у ней болеет. Ты иди искать корову. А самокростон крути. Оторвал клочок газеты. Самокрутку закрутил. Слава Богу, бабки нету. Карамусом дым пустил. Где старуху носит леший? Впрочем, лучшему оно. За иконой пошелкевшей. Плячет старое вино. Стопка лишней не бывает. Выпил залпом благодать. Да и чертский хай гуляет. Завалился на кровати. Дело близится к обеду. Наварила бабка щей. Да еда не лезет деду. Ну, хоть стопочку налей. Зося поворчает здорово. Пилит деда, как пила. Так я аж всю ночь искал корову. А ты где старая была? Скоро вечер. Мужик снова не придет домой корова. Рыжий появился дома совсем неожиданно. Давала себе слово. Больше животных не беру. Хватит. Две кошки, четыре собаки. Это уже перебор. Несколько лет держалась. Стойко проходила мимо уличных животных. Но не даром же говорят. И на старуху бывает правда. Тебе кошка не нужна? Как ты спросил меня коллега. Спасибо, Наташа. У меня своих две. Отказалась я. Может, на дачу возьмешь? Настаивала она. Так у меня же дача недостроена не сдавалась ей. Все равно уже с бавриджалкой. Пришла мысль. А что за кошка? Какой возраст? Отчего я задавать вопросы? Подумала. Может, смогу пристроить. Шотландка. Восемь лет. Такая точка на даче не выдержит. Погинет. Свою дочери объясняю ситуацию. Берем. Дочь согласилась сразу. Пошадница. Так в нашей семье появилась сэнджи. Черная кошка. С грозным тяжелым взглядом из-под новейших бег она громко крабела по ночам и запела, если начинала волноваться. К новой обстановке большому количеству животных пришла и привыкала к другу. Собаки не обращали на нее внимания, а вот старшая кошка не торопилась принять свою компанию периодически шипела, показывая, кто главный в братье. Через год она же уже скакала по шкафам, а при желании сама приходила гладиться. Дочка обручила школу, поступила в университет, уехала в другой город, забрав с собой Елисея, голубого тифика британца. Она готова была забрать всех, но я не отдала взрослых кошек, решив, что стресс переезда опасен для них. Больше никого. И тут появился рыжий. Точнее, сначала появилась фотография котят. Рыжий выделялся среди всех солнечной окраской. Увидев, его я поняла. Беру. Это мой. Кот, задавая единственный вопрос своей подруге. Единственный, остальные кошки ответила ему. Он мой. Решение было принято молниеносно. 16 лет назад у мамы был наглый рыжий кот по кличке Чубайс. Этот котенок чем-то напоминал его. Даже раз так я его хотел точно так же. Но дочь, посмотрев на фото, сказала, вылитый жак. Я даже спорить не стала. Котенок переехал ко мне после новогодних праздников, полностью вакцинированный. Освоился быстро, шпицов не боялся от слова совсем. Кошкам особо не насаждал. Жак любил сидеть на руках, мурлыкать. Нужно сказать, что мурлыкал очень громко. Тарахтал так, словно трактор заводился. Ах да, по поводу собак. Они безоговорочно приняли его в свою стару. Жак мог спокойно подойти к собачьей миссии, притеснить от него хозяина, прямо у него на глазах утолить злуху. Играл он тоже вместе с рыжими. С удовольствием участвовал в любой собачьей тусовке. Когда я собиралась с рыжими гулять и надевала на них поводки, Жак всегда крутился рядом, всем своим видом показывая. А я? А мне где? Может с собой возьмешь? Как только мы уходили из дома, кот начинал стошно орать на пороге. Возвращаясь с прогулки, я всегда слышала в подъезде его мяуканье. Так из кота он превратился в медошпица. И вот он пропал. Жака не было нигде. Я проверила каждую комнату. Заглянул во все шкафы, звала. Собаки подняли громкие лапы. Кутник откликался. Клодовка, лоджия. Может, Жак выскочил, пока выделал собакам лапы? Пуиски переместились в подъезд. Жак, Жакушка, Жакуля, звала я. Кутник назывался. Поднялась на шестой этаж. Спустился на первый. Выглянул на улицу темно. Идет дождь. Какие могут быть прогулки? Расстроенный вернулась домой. Еще раз обошла все комнаты. Жарко, нигде нет. На душе неспокойно. Кот, выросший с собаками, совсем их не боится. Богатой фантазией рисует одну квартиру страшнее другой. Загрызли. Попал под машину. Потерялся. Загрызли. Меряем шагами квартиру. Звук шагов отдается в ушах. В голове одна мысль. Где кот? Еще раз обошла квартиру. Заглянула во всевозможные уголки. В шкафу купе нашла всех, кроме Жака. Филя спит на самой дверку кухни под потолком, возле окна. Издалека видно ее серые уши над кухней. Эджи устроилась на компьютерном кресле. Ее невозможно не заметить. Храпит на всю квартиру. Жака нигде нет. Корм в миске лежит нетронутым. Десять вечера. Пора пулять собаками. Еще раз осмотрела весь подъезд. Никому. Дождик закончился. На улице сырый и холодный. Оборачиваюсь на каждый шурок. Вот ветер гонит через парковку густой полиэтиленовый пакет. Вот что с шашинами проехала по дороге легковая машина. Темно. То слова света фонари не хватает. Внимательно глядываю стену. Хоть бы нашелся. Прошли все привычные руки. Пора возвращаться домой. Я замерзла. Собаки хотят спать. Уверенно тягут меня в сторону подместо. Дома тепло, светло. Вот только не дождится. Так и не появится. Ко всем еще перегорела лампочка в маленьком коридоре. Придется менять. Хорошо в кладовке всегда лежит запас лампочек с разными цоколями. Не везет, так не везет. Решаю проблему по мере их поступления. Открываю кладовку. Учась ящика в полу выдвинутом. Не помню, чтобы я что-то искала. Заглядаю их обратно и наклоняюсь к самому нижнему. В коробке лежат всевозможные лампочки на любой вкус и цвет. Холодного, теплого свечения, яркий и не очень. Еще можно мне цоколь. В этот самый момент на меня сверху падает моток пряжи. Странно. Пряжа лежит в верхнем ящике. Сама точно не упадет. Поднимаю кладу. Ящик снова выдвинут. И из него торчит рыжая лапа. Кис-кис-кис. Жар. Так вот-то где спрятался проказник. Кот поднимает заспалную мордочку. И опять исчезает в метрах корзины с пряжи. Вылезай, кому говорят. Рыжий делает вид, что это ему не касается. Приходится вытаскивать его саму. Кот упирается, не желая, как и до теплого, мягкого, спокойного места. Нашлась пропажа. Говорю я, закрыв двери кладовки и опустив кота на пол. Больше не теряйся. Жабель довольно посмотрела на меня. Не спеша направился к миске с водой. Отгорел и погас закат. И на город спустилась ночь. И бредут просто так наугад. Мать, отец и их плохо дочь. Город ярких рекламных счетов. Казино, ресторанов и баров. Снижились в бетонных домах. Из стекла, подъемных кранов. И малютка зовет. Кис-кис! Ты куда поднимался? Про казнь? Здесь так много высоких крыш. Ну, мяук не хотя бы разен. Шум летящих ночи машин заглушает малютки в волосы. Ярок свет призывных витрин. И не страшен ни холод, ни морозь. В этой страшной чужой суете потеряться, поверьте, и просто. Но заботы ищут везде своего малыша, трое взрослых. Вдруг откуда-то из темноты не послышался шорох знакомых. Это было, когда они подходили обратно к дому. И котенок под ноги жжет. И к хозяйке скорее на руки. Нагулялся под язорник. Бежал-то скорее от скуки. Захотелся ему одного прогуляться и прочее с дома. А забрался бы на сапу, все бы было совсем по-другому. Напугашивал на сосед, что гонял здесь на самокате. Что свистел девчонка по следу и кричал, сколько голоса хватит. А потом опустелась ночь. И в окошках зажегся свет. И закапал холодный дождь, свой на шерстке оставив след. И без разницы, что в грязи. И весь мокрый. Холодно стало. Так малютка его в руки прижимала и целовала. И быстрее домой, в тепло. Попа и молочка накапал. А на улице с ним валял. Просто дождик ослепал. У меня пропал щенок. Будет для меня урок. С белым пятнышком на грудке. Может спит в своем грудке. Грудки нет. И под крыльцом. Обошел вокруг весь дом. Нет нигде. Пустуют грядки. Нет на грядках беспорядка. На дороге тишина. Не облаяна она. Не покусаны колеса. У большого водовоза. Едет медленно камаз. Псов нисколько не боясь. На дороге все спокойно. Только сердце беспокойное. Возвращаюсь я домой. А у кошки за спиной не мяукают котята. Спит спокойно друг мохнатый. У меня пропал щенок. Но нашелся. Мой дружок. Он прикинулся котенка. Потерявшийся мальчонка. За уши притянуто. Я не знаю. Только записывал. Так что. Что получилось. Бога Семенович. Спасибо. 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 Добрый человек. Музырька. Музырька. Головка. Старая. Помятая. В ней-то на помойку брошены котята. Кошка их неделю. Грела и раскала. Но любовь кошачьей людям помешала. Плакали котята. Звали маму кошку. Силы, чтоб не были. Гасли понемножку. Но нашелся добрый. Человек с душой. Пожалел он крошек. Забрал с собой. Дух помойки злобной. Теплоснул водой. Накормил несчастных вкусную едой. Наступил я в верю. Давай я кошачья в мире. Бегают котята по моим партиям. Вначале стихотворение. Он тем хорош, что он совсем не то, что думает о нём, толпа густая. Стихков принципиально мы читаем, раз и нет них ананасов между. Факш, второго кинематографа, и на то, вот-вот, куда людская мчится стая, а между тем душа его простая, как день весны. Но это знает кто, благословляя мир, проклятие воинам, он шлёт в стихе признание достойное, слегка скорбя, отчас слегка шутя, над всей первенствующей планетой он в каждой песне им от сердца спетой, иронизирующая дитя. Игорь Северянин написал про себя. Игорь Северянин, русский поэт серебряного века, переводчик с эстонского и французского, один из важнейших представителей русского футуризма. Первый из русских поэтов употреблял слово футуризм. Родился 16 мая 1887 года в Санкт-Петербурге. Родители, значит, Игорь Лотарёв, так звучит настоящая фамилия поэта. Родители Наталья Степановна и Василий Петрович Лопарёв. По матери Северянин был потомственным дворянином. Происходил из нотного дворянского рода Шеншиных. И был дальним родственником поэта 19 века Афанасия Фета. Его родители развелись, когда маленьком Игорь было всего 9 лет. Вместе с матерью Северянин переезжает Череповец. Там он успевает закончить всего 4 класса местного реального училища, а потом переезжает на северо-восток Китая. Именно там его отец военный инженер служит в то время. Однако в 4-м году, в 1904 году, после смерти отца будущий поэт возвращается в родной пене Санкт-Петербурга. Писать стихи Северянин начинает с 7 лет. По одной из версий возрешается чаять стихи, вдохновившись в творчество одного из любимых поэтов в то время Алексеем Толстым. Уже 8 лет Юрий Северянин пишет первое стихотворение «Звезда и дева». Первые попытки опубликовать свои стихи делает сразу по прелести Петербург. От НАТО они заканчиваются провалом. Издатели не заинтересованы в его юношеских творениях. В 1909 году сборник «Интуитивные краски» получает негативный отклик от Льва Толстого. Это становится первым шагом популярности северянина, как Парета. Теперь любой журнал жаждет издать рукопись моего до Парета, на которого обратил свое внимание стареющий классик русской литературы. Вокруг северянина собирается дружок эго-футуристов. Помимо северянина в объединение входит Константин Олимпов, Георгий Иванов, Рюрик Ивнев и другие поэты. Однако северянин достаточно быстро охладевает командной работе. И становясь популярной, среди символистов входит сольное плавание. В 1913 году пишет свой первый сборник старше популярным. Тогда же граммокрепящий кубок. Тогда же впервые выступает на публике с чинем своих стихов. После этого отправляется в турне по российским городам вместе с другим писателем Федором Соломовым. В 15-м году опубликовал цикл «Ро Зирис». Туда вошло одно из самых известных стихотворений северянина «Ананасы в шампанском». Примерно в то же время знакомится с Владимиром Маяковским, который впоследствии сыграл немаловажную роль в творческой биографии северянина. В январе 18-го года переезжайте в Эстонию. Вместе с гражданской женой Марией Волнянской поселяется в маленьком прибрежном поселке Тойло. Вернуться в Россию северянину суждено всего один раз на выборы короля поэтов. 27 февраля 18-го года в Большом зале Политехнического музея в Москве состоялись выборы короля поэтов. В стихе читали множество артистов и поэтов, среди которых выделялись Владимир Маяковский и Игорь Северянин. В битве подъезжает Северянин. И наличенный королем он едет назад в Эстонию. Ой, в Эстонию. Едет в Эстонию и больше в России он не возвращается. Северянин в Марионградсе очень много пишет. Менее чем за 20 лет он пишет более 20 книг. А также 4 автобиографических романов стихов, каждый из которых посвящен отдельному периоду жизни поэта. Параллельно он много переводится с эстонского на русский. В 1920-е годы много гастролируют по Европе. С поэтическими выступлениями он посещает Польшу, Чехословакию, Германию. В 1931 году с ранениями Феликса Юсупова «Едет в Париж». А выступление во французской столице оставляет он закварированного Цветаева. Для нее выступление Северянина единственная радость за последнее время. Со временем интерес к Северянину как поэту Утихает. Последнее выступление за пределами Эстонии состоялось в 1934 году в Кишиневе. Но если он родился в 1987 году, это значит, вот так посчитать, 34 плюс 17. Сколько? 51, да? Вот он 51, значит, последний раз выступил в Эстонии. В последние годы жизни Северянин тяжело болел. В начале войны он хотел эвакуироваться в тыл в России, но по состоянию здоровья не смог это сделать. И в декабре 41 года он умирал в Таллине. Северянин умер в безвестности. Многие поэты к концу жизни даже начали над ним посмеиваться. Ранее Северянин был очень популярен и востребован как поэт, а в последние годы прорывел в тени славы. Северянин переносил это крайне тяжело, так как он не привык к жизни уединил. Личная жизнь. Впервые юный Северянин влюбился в 12 лет в свою кузину Елизавету. Отношения были изначально обречены из-за родственных связей юного поэта. Поэтому первая любовь Северянина была несчастливая, что оставила след его приводчестве. По воспоминаниям родственников поэта, присутственными мчами Елизаветы, Северянин стал плов в древ церкви. Коротковременный Раван связывал восемнадцатилетний северянин с северянина с Елизаветы. Ей он посвятил множество стихотворений. Вот следующие строки. Идет весна сиреневой на кипятке, в широкой шляпе, вредно-голубой, и ландыши невидимые струйки, губенчиками воздуха звучат. Значит, во время первых лет миграционного периода Северянин жил с капитанской женой, артисткой Марьей Северянинской. В двадцать первом году остается Северянинская женится на Фелисе Крут. Ради северянина она меняет конфессию, превратившуюся из ревностной лютеранки в православную. Вот. И Крут становится главным политическим образом для северяниновой миграции. Игорь Северянин снискал в себе славу Казанова, и это неудивительно, ведь в жизни представителя поэзии Сережного века было несчетное количество женщин, которым он воспевал дефирамбы. Но Игорь Васильевич не был легком мысленный мужчина, который любил менять барыши, капельчатки. Просто в силу своей натуре он был чрезвычайно мучевым и окунался в страстные равномерно с головой. Вот. В 21-го году поэт расстается со своей эффективной женой Марией Васильевной. Так, ну это тут повторяется. Так, я тогда не буду повторяться. Так, вот. И такие сведения небольшие. Псевдоним Оберег. Настоящая фамилия поэта Лотарёв, но и известность пришла к нему под псевдонимом Игорь Северный. Именно так через дефис автор писал свое литературное имя, считая его знаком рождения как поэта и своим оберегом. Действительно необычный псевдоним как будто переломил до того неудачную творческую жильбу северянина. Поставил его в один ряд с величайшими поэтами эпохи. Поэт недоучка. По матерейской линии северянин был родственником Афанасий Фетта. И сочинять стихи начал уже в 8-летнем возрасте. Несмотря на недостаток образования, поэта кончил всего 4 класса Челик Таинского реального училища. Он был одержим литературой, 10 лет издавал собственные стихи за свой счет в виде тоненьких брошу. В 12-му году их накопилось уже 35. Значит, в 12-му году плюс 13-й, 25 лет. Но читатели и гречки по-прежнему оставались холодны к ладону дарованиям. Крещение Толстым. Как ни странно, стать звездой поэту помог разгромный отзыв Льва Толского. В 9-м году писатель Иван Бажевинг перевез одно из брошулов северянином Ясной Поляной и прочитал его стихи классику русской Льва Толстым. Строчка «Вонзите штопор в упругость пробки» из стихотворения Хабанера вызвала утолстого негодование. И эта литература вокруг виселицы, полчаса безработных, убийства, невероятного пьянства, а у них упругость пробки. Однако самого северянина критика мэтра нисколько не торчила. Ведь после того, как отзыв попал в прессу, поэт и стал с ним не достойным. Эгоист-одиночка. На полне успеха северянин основал собственное литературное направление – эгофетонист. Он провозгласил, раз природа создала всех людей эгоистами, нужно развивать в себе это качество. Однако меньше, чем через год, поэт подкинул созданное им в руку и заявил, что желает быть одиночкой. Тем не менее, он охотно выступал с Владимиром Маяковским, поучаствовав с ним в первой ампиаде российского футуризма в Крыму. Забывающий паритон. Зрители его выступления вспоминали, что северянин поражал прежде всего своеобразной манерой петь стихи на мотивы известных музыкальных произведений. Обладая прекрасной памятью, хорошим слухом и удивительно сильным голосом, поэт мог воспроизводить даже сложные оперные партии. Поначалу далеко не все зрители воспринимали его всерьез. Современники писали, что на одном выступлении публика расхохоталось в голос, услышав его завывающий паритон с носовым произношением. Некоторые люди смеялись так, безудержно, что не пригодилось покидать зал, чтобы отдышаться. Невозмутимого северянина эта необычная теопоэтическая меча Алексеев не трогала. Да здравствует король! В феврале 18-го года политическому Алексеевску состоялись выборы короля. Я вам уже читала. Церемония награждения была довольно своеобразной. Из ближайшего охранного бюро был доставлен взятый на прокат огромный миртовый венок. Его заложили на шею северянина. Венок свисал до колена рослого поэта, но это не мешало ему спеть свои классические поэзы. Гордо вытянувшись и заложив руки за спину, свой титул поэт воспринял крайне серьезно. Вселенский поэт. Сознание собственного дарования до конца жизни и сопровождал северянина. Житель Ленинградской деревни Ленкула Борис Ильгы вспоминал, как однажды увидел поэта у продуктовой лавки. Высокий незнакомый с изящными манерами привлек внимание сельских мужиков. Один из них высказал нагадку, что это местный поэт Игорь Северянин. Услышав это, поэт остановился и резко бросил. Не местный, а вселенский. А вы понимаете, что такое вселенский? Ощущение своего вселенского предназначения помогло поэту не прекращать писать до последних дней жизни. Мой друг Владимир Найковский Былые годы озорни. Дразни толпу любил Чертовский, показывая ей язык. Ходил в широкой желтой кофте, То надевал вишневый фраг. Казалось, звал по катастрофе, Мещане свой промозлый мрак. Громообразные строки, То в полсажении, то в вершок, Он щедро вкладывал упреки Тому, кто звал сихи стишок. Его раскатный трибунальный, Толпу плонящий долу бас, Гремел по всей отчизне сальной, Где поп, жандарм и свинопас. В те годы черного режима Мы подняли в испуствии смерч. Володя, помнишь коры Крыма И скукой скорченную Керчь? О, вспомни, вспомни, колобродя, Воспоминаний даме гуру. В Гурзуф и Ялту, мой Володя, Поездку в снежную курку. В авто от берегов стал Гира, За пустами и горяком, И этот кошелек банкира, Вдруг вставший в нашем кошельком. Ты помнишь нашу Валентину, Что чуть не стало лишь моей? Благодаря тебе я вынул из сердца Девушку из феи. И, наконец, ты помнишь шторку? Почти мою, совсем твою, Такую шалую девчонку, Такую нежную змею. Ой, если ты, Владимир, помнишь Все эти беглые штрихи, Ты мне побольше, поогромней, Шверни ответные стихи. Колыбель новой, колыбель культуры новой. Вот подождите, Россия воспрянет, Снова воспрянет и на ноги встанет. Впредь ее запад уже не обманет Цивилизации дутой своей. Встанет Россия, да, встанет Россия, Очи раскроют свои голубые, Речи начнет говорить огневые, Мир преклонится тогда перед ней. Встанет Россия, все споры рассудит, Встанет Россия народности с груди, И уж у Запада больше не будет Брать от негодной культуры росток. А вдохновенно и религиозно, Пламенно веря и мысля серьезно, Недрах своих непреложностью грозной Станет выращивать новый цветок. Время настанет, Россия воспрянет, Правда воспрянет, неправда отстанет, Мир не восторжен, а славу возгрянет, Родина солнца восток. В каком году написано? В 23-м году. 100 лет назад. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще вот про Россию хочу тоже. Называется «Моя Россия». Моя безбожная Россия, Священная моя страна, Ее равнины снеговые, Ее цыгани кочевые, Ах, им была радость не дана, Ее порывы огневые, Ее мечты передовые, Ее писатели живые, Постигшие ее до дна, Ее разбойники святые, Ее полеты голубые, И наше солнце, и луна, И эти земли неземные, И эти пункты мудовые, И вся их глубина, И соловьи ее ночные, И ночи пламя ледяные, И браки древние хмельные, И пупки полные вина, И тройки бешено стекные, И эти спицы расписные, И эти сбруи золотые, И крыльчатые пресиски стяжные, Их шеи лебяжья крутизна, И наши бабы избенные, И сарафаны их цветные, И головса девиц грудные, Такие русские родные, И молодые, как весна, И разливные, как волна, И песни, песни разрубные, Какими наша грудь полна, И вся она, и вся она, Моя ползучая Россия, Крылатая моя романа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Сибирянев. В грехе забвения Вся радость в прошлом, В таком далеком и безвозвратном, А в настоящем благополучие И безнадежность, Устало сердце, И смутно жаждет В огне закатном Любви и страсти. И его пленяет Неосторожность Устало сердце От узких рамок благополучия, Оно в уныньи, Оно в оковах, Оно в томлении. Отчаясь грезить, Отчаясь верить В немом безлучии, Оно трепещет Такую скорби Всю усиление. А жизнь чарует И соблазняет, И переменой всего уклада Семейный будний Влечет куда-то В смущение сердце. Оно боится Своей изменой Благополучие свое нарушить В часы заката. Ему подвластна И верность другу, И материнству. Оно боится Оставить близких, Как жалких сирот. Но одиноко Его биение И нет единства. А жизнь проходит, И скреп холодный, Быть может, Вырыт. О сердце, Сердце, Твое спасение В твоем бездумии. Гореть и биться, Пока ты можешь, Гори и бейся, Греши отважней, Пусть добродетель Уделал мумий, В грехе забвенье, А там хоть пуля, А там хоть ревствы. Ведь ты любима, Больное сердце, Ведь ты любима. Люби ответно, Люби приветно, Люби бездумно, И будь спокойна, Жив ты права, Сомнения мимо. Лекуй же сердце, Еще ты юна, И бейся шума. Спасибо. Игорь Сириэн Могло быть так. Могло быть так, Лет двадцать пять назад. Там на воспетой Пушкином дневе Слегка ожелутил зеленый летний сад. В осенне было небо синеве, И мрабрый дворец стоял в крюще, Пустило поле марсовых потех, Я в мягкой черной шляпе и плаще Дорожкой проходил с одной из тех. И Богу с девочкой лет пяти Мы у Крылова встретили тогда. Дитя у нас сверкнуло на пути, Как с неба падающая звезда. Могло быть так, И вот, лаская вас, Отделаться от мысли не могу. Оно одно – Сияние ваших глаз, И девочка на Невском берегу. Соловьи монастырского сада, Как и все на земле соловьи, Говорят, что одна есть отрада, И что эта отрада – любви. И цветы монастырского луга, Лаской свойственной только цвета, Говорят, что одна есть заслуга. Прикоснуться к любимым устам, Монастырского леса озера, Переполненный голубым, Говорят, нет, нет лазуни и взора, Как у тех, кто влюблен и любил. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Северянин, Грустный опыт. Я сделаю опыт, Он печален. Чужой останется чужим, Родовой. За ним зеркали. Идет весна к дверям моим. Еще одна весна, Быть может, уже последняя. Ну что ж, Она постичь душой поможет, Чем дом покинутый хорош. Имея свой, Не строй другого. Всегда довольствуйся одним. Чужих освою, Бестолково. Чужой останется чужим. Странно. Мы живем точно в сне, Не раскатанно. На одной из удобных планет. Много есть, Чего вовсе не надо нам. А того, что нам хочется, Нет. В храме пахнет свечами И ладаном, И строится загадочный свет, Верим в то, во что верить не надо нам. Ну а веры действительно нет. И однажды покажется адом нам, Лживый шепот душевных бесед. Говорим мы о том, Что не надо нам. Но то, что нам хочется, Нет. Только жизни ощущаю награды. Хоть течение множества лет, Снова делаю то, Что не надо мне. Но то, что мне хочется, Маленькая женщина, Маленькая женщина с крупными глазами, Вы во всем случившемся виноваты сами. Разве интересную можно быть тобою, И в глаза заглядывать скраченной тоскою, Обладать раздумчивой шоковой походкой, Быть всегда приманчиво, Обреченно круткой. Так картавит ласково, Нежно и наивно, Самое обычное, Необычно, дивно. Все о вас я думаю, Мысленно лаская, Маленькая женщина, Славная такая. Да и как не думать мне, Посудите сами, Маленькая женщина с теплыми глазами. Игорь Северянин, письмо хорошей девушки, Написано в 1914 году. Милый, добрый, Пожалейте, Бедную свою пичушку, Мельницу сломали нашу, Нашу честную старушку, Больно, Тяжко, Бестолково, Все былое рушь, Губят. Люди ничего святого, Дорогого нам, Не любят. Знали бы вы, Как я тоскую, Потаскуемте же вместе, Может быть, Теперь пивную Выстроят на этом месте. Пусть не смеют, Я сломаю, Отомщу за честь старушки. Добрый, милый, Вы поймите, Няга, Мельница, Игрушки. И еще одно, Написано в 1925 году, Называется Забетка. О России петь, Что стремится в храм, По лесным горам, По левым коврам. О России петь, Что весну встречать, Что невесту ждать, Что утешить мать. О России петь, Что тоску забыть, Что любовь любить, Что бессмертно быть. Спасибо. По лесу странности жизни Встречаются, Чтоб разлучаться. Влюбляются, Чтоб разлюбить. Мне хочется расхохотаться, И разрыдаться, Не жить. Клянуться, Чтоб нарушить клятвы. Мечтают, Чтоб клянуть мечты. О скорби. Тому, Кому понятно, И все наслаждены. В деревне хочется столицы. В столице хочется глуши, И всюду человечьи лица Из человеческой души. Как часто красота уродная, Как часто красота уродная, И есть уродствие красота, Как часто низость благородная, И злые невинные уста, Так как же не расхохотаться, Не разрыдаться, Как же жить, Когда возможно расставаться, Когда возможно разлюбить. Это 1916 год, И еще два небольших стихотворения Вернуть любовь, Написан в 1908 году. То ненависть пытается любить, Или любовь хотела б ненавидеть, Минувшее я жажду возвратить, Но возвратив, Боюсь его обидеть. Боюсь его возвратом оскорбить, Святыми мне для сердца святотанства, Как доброту смерти. Закляну я совестью, И мне ли зла бояться, По правшему любви свои законы. Но грешники, Безгрешно покаяние. Вернуть любовь, Прощение вернуть, Но как боюсь я сердце обмануть Своим туманно-призрачным желанием, Не мисс ли то, Не зависть ли, Сгубить себя легко, И свет не без не видеть. Так что же это? Зло старается любить, Или любовь мечтает ненавидеть? И еще одно стихотворение Кушкина. Есть имена, как солнце, Имена, как музыка, Как яблони в рассвете. Я говорю о Кушкине, поэте, Действительно, в любых временах. Но понимают ли моя страна, Все эти старцы, Юноши и дети, Как затруднительно сказать в сонете, О том, Кем вся душа моя полна. Его хвалить, Пугаюсь повторение. Могу ли запах передать сирене, Могу ли рукой облачко поймать, Убив тому, Да убив его, Кому все наши вздохи. Дантес убил Мысль русской эпохи. И это следовало понять. Игорь Севелялин, 1909 год. Цветворение называется «Не завидуй другу». Не завидуй другу, Если друг богаче. Если он красивый, Красивее, Если он умнее. Пусть его достатки, Пусть его удачи, У твоих сандалий Не сотрут ремней. Двигайся бодрее По своей дороге. Улыбайся шире От его удачи. Может быть, блаженство На твоем пороге, А его, быть может, Ждут надежда в плач. Плачь его слезой, Смейся шумным смехом, Чувствуй полным сердцем На доле и поперек. Не препятствуй другу Ликовать успехом. Это преступление. Это сверх порог. Сонаты в шторм. Сонаты в шторм. Трещало, Палило буря, И якорные канаты, Как будто китаны струны, Озучки весь корлец. Но разве вам было дело, Что где-то выдают и в сторону, Что бешеный шторм Крохочет, Бросая на скалы фрегат? Вы пили вино нитежно, Вы брали манбланную ноту, Сверкали агаты брошек, Но ярче был город агаты. Трещало, Палило буря, Стонала дворцовая пристань, Кричали и гибли люди, Корабль набегал на корабль. И вы, семья гранаты, Смеясь целовали артиста. Он сел зала я, как гений, Обкунчил игру, как лап. Его агаты брошек, Железно нового вечера К слады маю. Что говорит лично Железно молодых, Труктур майон. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Не с тобой разлуга безгрежна, Не с тобой прощай моя нежность, Не с тобой останься в надежде, Не с тобой, не с тобой. Не с тобой разлуга безгрежна, Не с тобой прощай моя нежность, Не с тобой останься в надежде, Не с тобой, не с тобой. Не с тобой, не с тобой, не с тобой, Не с тобой останься в надежде, Не с тобой, мы не с тобой. Не с тобой, не с тобой, не с тобой. Песня «Пропала собака» 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 Листочек закапал, и в углы строчки заплакали вдруг. Найдите собаку, найдите собаку, вернись поскорее, мой маленький друг. Найдите собаку, найдите собаку, вернись поскорее, мой маленький друг. Дорогих пионеров. Сначала октября, потом пионеров. С днем пионерии. 15 мая, наш любимый праздник. Как приятно было, да, получать открытки праздничные. Друг другу мы присылали. Давай, Миша, хорошо помним. Я не репетирую. Я тебя, может быть, не помню, часы. Слепи с кострами, давай. Слепи с кострами, синие ночи. Мы пионеры, дети рабочие. Близится эра, светлых домов. Клич пионеров, всегда будь готов. Клич пионеров, всегда будь готов. Радость, жадость, песни веселой. Мы выступаем за танцомолом. Близится эра, светлых домов. Клич пионеров, всегда будь готов. Клич пионеров, всегда будь готов. Я, Миша, хорошо помню. По-моему, все дома много. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня узнали? Нет. Кто сказал, что это дурак? Нет, я не дурак. Я кретин. И знаете почему? Потому что разговаривать умеют. Рыбу кто-нибудь называет дурой? Нет. Потому что молчит. Ее ловят? Она молчит. Ее жарят? Она молчит. Ей рыбный день делали? Она молчит. А я все время болтаю. Им всегда не то, что нужно. Режу правду матку, когда меня никто не спросит. Триста лет на свете живу, нигде больше двух недель не держусь. Сколько хозяев сменил, пересчитать невозможно. Помню в одной семье. Обстановка царская, обои тынские, мебель арабская. А в трусале с домом, как в церкви. Кормили пять раз в день. Миндалем в шоколаде. Казалось бы, все, что сиди и молчи. Нет. Не удержался. Пришла к ним в гости пара очаровательных людей. Профессор с женой. Их только за стол усадили, а у меня миндаль поперед горло встал. Я как заору. Вы чего пришли? Вас сейчас охмурять будут, чтоб дочку свою мордастую в институт устроить. Ой, что-то поднялось. Хозяйка кричит. Не верьте, он провокатор. Господи, пока тут пальто и бежать. А хозяин ко мне и кричит. Петух ты крашеный. Если б ты двести рублей не стоил, я б тебе суп свалил. А, двести не двести, а про за триста. Правда, в очень приличную семью. Отец врач. Мать учительница. Сын ободус. Пятнадцать лет парни. Пол на ногу. Ну хорошо, но мне то что. Это ж не мой сын. Нет. Два дня молчал, на третье не выдержал. Папаша, вот вы врач, а ваш сынок меду прочил. Курит, 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 курит. Он говорит, и часто. Нет, только когда выпьет, мама говорит. Он еще и пьет, да, когда в карты проигрывает. Тут они забыли свою интеллигентность. Сняли единой и всыпали ему по первое число. Двадцать лет мы начали первого оплачивать. А второе утро он менял в охапку и на птичную ногу. И провал какому-то забыл у дыги за червонцем. Забыл. Дыганов. Аааа. Скажу жене, что застойник отдал, а остальные пропил. Рано отдавался. Я жене все раньше успел это сказать. Так что там я тоже долго не задержался. Я нигде долго не задерживаюсь. Еще, блин. Так правду узнать. Так еще триста рублей платить. Уж, уже слух пошел, что я несчастье вам приношу. За даром никто брать не хочет. Он последний хозяин. Мыкался со мной, мыкался, сдал сюда. Теперь сижу в заварке. Чтоб никто не видел, ничего не слышал. Чтоб про людей ничего не сказать не мог. Но я и взять молчать не буду. Товарищи, в зоопарке тигру не докладывают мясо. Пока не поздно спасайте хищника. Если спросят откуда знаете, болите на меня. Я ничего не боюсь. Мне оттереть нечего. Я попка дурак, попка кретин, попка полный идион. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас утро встречает рассвет. И запах сирени в окно. Ковром золотым одуванчик. На сердце и грусть, и тепло. Черёвуха цвет осыпает. А тополь, а тополь пьянит. И жизнь так прекрасна, я знаю. Но очень уж быстро летит. Немало дорог к нами пройдено. А сколько ещё впереди. И мне пожелать очень хочется. Удачи, здоровья, любви. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дисциплино дорожные занятия. Самое дружное – это возвращение домой обычно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Буфетчица. Вы знаете, наверное, у каждого человека улучшаются в жизни такие моменты, когда так немного пасмурно и грустно в душе. Тут каждый пытается развеяться, как умеет. Мне довольно экстравагантный способ. Я в такие моменты прихожу в свой бывший институтский буфет. Там работает потрясающая астрономная женщина. Ну, как и все буфетчицы, это кристально чистый человек. И честно. Она никогда с нас не брала ни копейки лишней, только рубли. Я начинаю, я не вспоминаю, как мы с ней познакомились. Я зашел и спросил. Вы не скажете, по чем пирожки? Она. Поживу не скажу. Муха анимая, что они? А вообще пирожки свежие? Она. Нет, с мясом. Через какое-то время спрашиваем у нее. Есть что-то из горячего? Она. Кипяток. Я не забуду, как мои 20 курсника покупали ее бананы. Ну, студенты люди не богатые. У нас хватало денег, как право, на один банан. А эти их очень любили. У них со временем даже походка стала соответствующая. А, одень говорит, я тут бананчик, 200, самый большой. Выберите, ладно. Самый большой. Она. Самый большой. А я сейчас за ней их избегаю, подожди. И сейчас все измерят, все измерят, все большие, все большие. Можно голову не морочить. Все большие. Этот. 5 рублей. Походи Телли. А мне самый маленький звезти. Пожалуйста, самый маленький. Она. Самый маленький. А сейчас за микроскопом сбегаю, подошли. Голову не морожить. Все маленькие. Они все маленькие. Голову не морожить. Этот. 5 рублей. Как-то заходит девочка, колокольчик. Говорит. Несколько чая и булочку. Куфетчица. И булочку. Деточка моя, для тебя у меня два вопроса. Первый. Куда уехал цирк? И второй. Почему ты осталась? Ой. И булочку. Угу. Где ты видишь булочку, зая моя? Ты видишь булочку? Я не вижу булочку. А это моя глазунья. Да вы что сегодня? Сдеваете что ли? Подходит мальчик колокольчик. А вместо кончая и булочку. Больше мы его не видели. Это было время дефицита, когда в буфет привозили тогда еще национальное достояние. Сосиски. Они подозначались не для всех. И тогда на дверях появилась такая табличка. Написана лично любой булочкой. Звучала она так. В продаже имеется сосиски. Да, через мягкий знак. Сосиски. А я постоянно предписывал. Сосиски по спискам. У нее писали потрясающие ценники. Как-то нахожу, читаю и говорю, что это в глазах. Назадите написано. Макизди. Знаете, что казалось? Макаронные изделия. Представляете себе процесс покупки. Мне телограмм Макизди, пожалуйста. Она очень любила сокращать. Например, вместо сырка в глазури писала сокращенно. Сырок в глаз. Один ценник меня просто заинкриговал. Я долго думал, что это значит. Каша гречнева с мясом. Выход 250 грамм. Я поинтересовался насчет выхода. Она мне говорит. Это чтобы ты знал, чтобы ему готовиться. Тоже мне гумористы. Был тут один гуморист. Хотя я тут заказал. У самого зубы ставные. Я ему говорю русским языком. Молодой человек, не надо искать себе приключения в свой седалищный мир. Сказать вообще в своем же не надо. Золотое правило. Не смог проживать. Изведи и уничтожь. Так он попался. Жрец. Жевал-жевал. Так неживная по пищеводу и пошла. Ходит теперь горло шире кречи. А вчера заход девица взяла лёгкий завтрак. Ну так, червячка заварить в борщ, пельмени, компот с выпечкой. Поставила поднос, села. Пошла за ложками. Возвращается. Сидит мужик. Доедать её в борщ. Ну девица культурная ничего не стала говорить. Села, кушает второе. Мужик берёт компот, выпирывает половину и говорит. Ну, остальное таки быть вам. Девица скакает и говорит. Мужчина, ну вы совсем обновлены. Оборачивается на соседнем столике, стоит её поднос. И так каждый день. Так что, если будет грустно, заходите. Отдых сот я вам.